На этом уроке мы разберем с вами еще несколько букв, букв арабского алфавита. Это буквы, которые мы разберем на этом уроке, буквы Даль. Первая буква это буква Даль. Вторая буква это буква Заль. Третья буква буква Ро. И четвертая буква это буква Зай. Эти четыре буквы мы будем разбирать на сегодняшнем уроке. Первая буква буква Даль. Буква, которая называется Даль. Даль это название этой буквы. А произносится она как просто Д. Просто Д. Звук Д. Поэтому, если к этой букве мы с вами добавим Фатху, то она будет произноситься как звук ДА. Если мы к ней, к этой букве Даль, добавим Касру, то есть эту черточку снизу, будет произноситься как звук ДИ. А если мы к ней добавим, к этой букве Даль, добавим ДАММУ, то будет произноситься как звук ДУ. ДА, ДИ, ДУ. И напишем так же букву Даль. Если она будет стоять с Сукуном. Буква Даль. И поставим сверху Сукун. Будет звук Д. Получится звук Д. ДА, ДИ, ДУ, Д. Это у нас Фатха, как вы помните. Это Касра. Это Бомма. Это Сукун. ДА, ДИ, ДУ, Д. Пишется эта буква Даль, как обычная, как бы полукруг, как дуга. Также следующая буква ЗАЛЬ пишется, как и буква Даль, только с точечкой сверху. Их отличие между буквой Даль и буквой ЗАЛЬ, то что у буквы ЗАЛЬ есть сверху такая точечка. Это буква, буква ЗАЛЬ. Чтобы произнести эту букву правильно, вы должны поставить язык между зубами. Язык, то есть поставить немножко язык, вытащить между зубов и сказать букву З. То есть вытащив язык, получится звук З. ЗАЛЬ. ЗАЛЬ. Это буква ЗАЛЬ. Если написать ее с ФАТХОЙ, то есть палочкой сверху, получится звук ЗА. Если написать ее с КАСТРОЙ, то есть палочкой снизу, получится звук ВИ. А если написать ее сверху с крючком, то есть ДОММОЙ, то получится звук ЗУ. ЗА, ВИ, ЗУ. Или же просто с СУКУНОМ, получится звук З. ЗВУК З. Это буквы ДАЛЬ и буква ЗАЛЬ. Следующая буква, буква РО. Пишется она как такая палочка, да, немного выпрямленная, да, в отличие от ДАЛЬ, и наклоненная в левую сторону. Наклоненная в левую сторону. Таким образом, эта буква, буква РО. Эта буква, буква РО. Буква РО. Называется она РО. Если к этой букве РО подставить ФАТХОЙ, то получится звук РО. РО. Если же подставить к ней КАСРУ, к букве РО, подставить КАСРУ, то получится звук РИ. РО, РИ. А если подставить БОММУ, то что получится? Как вы, наверное, догадались, получится звук РУ. РО, РИ, РУ. Потому что эти значки, они как будто бы играют роль гласных букв. То есть, ФАТХО, как будто бы играет роль буквы А. Как будто бы выступает в роли буквы А. ФАТХО, А КАСРА в роли буквы И. Если мы добавляем к слову, к букве Р, КАСРУ, как будто бы добавили букву И, получилось РИ. Если добавили ФАТХО, как будто бы добавили к букве Р, к звуку Р, звук А. Получилось звук РО. РО. А если добавили ДОММУ, то эта ДОММА, она как будто бы играет роль буквы У. Если мы добавим ее к букве Р, то получится звук РУ. РО, РИ. РУ. РА, РИ, РУ. Или же просто добавим СУКУН. Получится просто звук РР. РР. Последняя буква, это буква ЗАЙ. Буква, которая называется ЗАЙ. Буква ЗАЙ. Если к этой букве ЗАЙ добавить ФАТХУ, получится звук ЗА. Если же мы добавим к ней КАСРУ, получится звук ЗИ. А если мы добавим к ней ДОММУ, получится звук ЗУ. И если мы ничего не добавим к ней, а поставим СУКУН, то получится звук З. Эти буквы РО и буква ЗАЙ также пишутся одинаково. Но их отличие в том, что буква ЗАЙ имеет точку сверху. Буква ЗАЙ имеет точку сверху в отличие от буквы РО. Буква ЗАЙ отличается от буквы ЗАЙ тем, что она короче, а буква ЗАЙ длиннее по своему написанию. И также буква ЗАЙ, когда мы произносим, мы ставим язык между зубами. ЗАЙ. А буква ЗАЙ произносим обычно. Обычным образом. Буква ЗАЙ.